Территория пожарной части стала местом нешуточных баталий. Накал страстей с самого начала соревнований. Ведь главный критерий оценки – скорость и качество. Первый этап – пожарная эстафета. Она включала в себя несколько элементов. Нужно было преодолеть препятствия, развернуть рукава и ликвидировать возгорание. Всё, как у настоящих спасателей. Пошёл! Пошёл, пошёл, пошёл! Цель у нас одна – повышение уровня знаний среди жителей города Бобруйска, работников предприятий для тушения пожаров, предотвращения чрезвычайных ситуаций. Лидеры состязаний наметились уже на первом испытании. Команда Бобруйска «Громаш», например, пожарную эстафету проходит за минуту и восемь секунд. Добровольная дружина – неоднократный победитель городских, областных этапов и серебряный призёр страны. По словам участников, быть всегда на высоте им помогает сплочённость и хорошая физическая подготовка. Конечно же, очень по-мужскому всё сказать, что это достаточно серьёзный спорт. Если здесь это идёт спортивное, то в жизни это уже идёт как спасание жизни. Если, не дай бог, доведётся, то мы готовы помочь нашему предприятию. Всего в соревнованиях участвовало 11 команд от различных предприятий города. Кроме эстафеты, состязания включали 100-метровую полосу препятствий и боевое развертывание. Всё это элементы пожарно-прикладного спорта, где важна вносливость, сила и ловкость. Никита Адерыха – представитель команды «Белшина». Участвует в соревнованиях впервые. Готовился к ним тщательно и ответственно. Для него это своеобразное испытание самого себя. Прям эмоции берут. Мы вообще, наша команда «Белшина» выступает на высоком уровне здесь. И всё время мы в призах, поэтому за каждый момент переживаешь, аж захлёстываешь. Везде надо выложиться, везде нужно физически, и с головой надо везде бежать. Слажено с азартом и огоньком. По итогам состязаний первое место завоевала команда «Бобруйска-Громаш», второй – «Забелшины». «Бронза» досталась добровольной дружине «Бобруйского завода» тракторных деталей и агрегатов. Людмила Любимцева, Максим Галёнко, Бобруйск, 360.